Здравствуйте друзья, с вами Андрей и я поделюсь с вами в этом обзоре своими первыми впечатлениями о роботе Вейланд и новом вооружении тяжелых слотов Химеры стреляющими ракетами по принципу спирал разрывного действия на дистанции 600 метров Вейланд это просто ходячий бастион госпиталь робот исполнен в виде паука и как я понял основная задача это применять его вот как раз я сейчас демонстрирую третий ангар который я буду использовать в клановых боях но нужно приноровиться к работе этого робота нужно найти оптимальное укрытие на карте сейчас я конечно на нем буду много тупить потому что еще немножко не понял как он управляется робот большой занимает большую площадь на карте управлять сходу им не так просто но ничего я приноровлюсь поэтому не судите друзья строго это мои первые впечатления и первый мой бой на этом роботе у него есть режим где он ставит в позицию и превращается в госпиталь стационарный к нему бегают все бойцы взвода когда это необходимо и лечится восстанавливая свои хп немножко подлечили мы ребят кумиха на шоках бегает вообще активно нам лечится спектр у нас вообще во взводе один заснул все таки по химерам что могу сказать оружие достаточно мощная в этом бою я еще буду применять фуру на трех сразу на химерах посмотрим как будет работать я думаю что прекрасно вооружение проявится на малых и на средних картах особенно выбивая за препятствий вражеских спектров там мистер зорд все никак не может от меня отстать думаю что пора его немного успокоить мистер зорд расслабьтесь пожалуйста и зайдите на другой машине встаем в позицию срочно нужно подлечить лазерга из моего взвода отличный боец на инквизиторе посмотрите как быстро восстанавливается у него хп я как раз сейчас в лечебном режиме нахожусь и лечу всех окружающих вокруг себя роботов участников своей синей команды интересная особенность которая очень серьезно сейчас может повлиять на всю тактику в игре если вы играете в соло и увидели в вашей команде такого робота не пренебрегайте лечением которое может вам оказать и старайтесь его в бою защищать потому что он может серьезно повлиять на исход боя все-таки на малых и средних картах я считаю для него оптимальнейшее вооружение это именно химеры потому что стоять вот так в позиции и не двигаться на одном месте то можно хотя бы хоть как-то через препятствия под углом стрелять ракетами и поражать цели без энергощита и в этом заключается основная его особенность посмотрите как замечательно лечит кумиха уже сколько раз прибегал ко мне лечиться и до сих пор еще робот жив бегает и ведет огонь активно по противнику тем более старается меня защищать на этом рубеже конечно стою я не совсем удобно спектры прыгают и поражает меня здесь я удобная цель но где уже встал там и стою потому что если сейчас снимусь этого режима меня могут быстро в два прыжка вражеские спектры на шаг трейнах уничтожить а так я постоянно лечусь и напоминаю друзья что весь урон полученный мной и который будет вылечен и также весь урон вылеченный участников моей команды моих товарищей пойдет мне в конце боя в стату и будет зачет по урону посмотрим сколько будет в конце посмотрите сейчас эффективно там у меня по спектру прошли химеры робота сразу этого в бою если вы встретите в команде противника старайтесь немедленно любой ценой сразу же уничтожить иначе будет очень тяжело справиться с командой противника прекрасно вот смотрите момент прекрасно сжигается этот робот даже в режиме лечения именно огнеметом неплохо по нему работают и спектры на арканах но не во всех случаях может спектр на арканах сжечь этого робота особенно если его в клановом бою будет прикрывать энергощитом хаечи на арканах или любом другом вооружении главное чтобы был энергощит попробуем сейчас по мистеру бармале отработать обойму смотрим как работают химеры работают страшно работают мощно посмотрите сожгли мы на возвышенности вражескую фуру и будем удерживаться на этой позиции я буду привыкать к этому вооружению надо вспоминать свои навыки работы на паттоне на спиралях навыки 2014 года друзья было свое время очень эффективное вооружение а сейчас оно будет крайне эффективным против гидротактики против шокотактики и спектротактики особенно в смертельных битвах на средних и малых картах я думаю прекрасно новое вооружение сейчас вот это себя зарекомендует мне очень понравилось единственное считаю сразу отмечу недочет недостаточная парабола выстрела у ракет я считаю что ракеты могли бы взлетать повыше и цель за препятствием поражать более вертикально ближе все таки к принципу гидр и ближе к принципу вортексов а так очень много конечно ракет попадает просто в препятствия бой у нас уже заканчивается противник на карте заканчивается многие слились друзья не сливайтесь из боев вы просто получите штрафы даже проиграв хотя бы будет какая-то польза вы получите серебро и другие заслуги заканчиваем этот бой паренек на булгасаре молодец дважды меня уже прикрыл полностью рискуя собой отмечаю отлично он справился тот самый парень который сражался рядом со мной на кумиха заканчиваем бой и настреляли примерно полмиллиона мы здесь а наличили миллион урона себе в стату друзья сейчас посмотрите будет стата подписывайтесь на канал ставьте свои лайки если понравилось понравилось вам мое видео и до новых встреч друзья до новых встреч милионно лечили здесь Субтитры создавал DimaTorzok